История квантовой механики начинается с 20 века. И с самого момента ее возникновения эта наука удивляет и даже пугает своими странными законами. Причем не обязательно людей, далеких от научных знаний, но и самих физиков. Дело не только в причудливости квантовых эффектов, так как они прекрасно работают и ученые успешно используют их для описания фундаментальных свойств природы, но и в том, что квантовая теория в принципе не помещается в классическую картину реальности. Целые поколения физиков учили лишь математическое содержание квантовой теории, используя уравнения и действуя по принципу Дэвида Мермина «заткнись и считай». Этот афоризм стал девизом для физиков-теоретиков, которые предпочитают не углубляться в философские обоснования квантовой механики. Впрочем, с ними согласны не все. Именно поэтому ученые из США и Австралии решили найти разумные объяснения удивительным квантовым эффектам, которых безусловно немало в этой науке. Начать стоит с феноменального явления квантового дуализма, которое является сердцем квантовой механики. И действительно, разве может частица быть в нескольких местах одновременно? А в квантовой механике это несомненно так, поскольку частица находится в суперпозиции и как бы размазана в пространстве. Традиционно это интерпретируется как нахождение квантовой системы в нескольких состояниях одновременно. В 1926 году австрийский физик Эрвин Шрёдингер описал состояние такой частицы волновой функцией и вывел очень важное уравнение, которое теперь носит его имя. Эта микрочастица, существующая во всех местах одновременно, проявляется только после того, как ее положение измеряет наблюдатель. Классический пример – эксперимент с двумя щелями, демонстрирующий вероятностный характер квантовых явлений и корпускулярно-волновой дуализм, двойственную природу микроскопических объектов. Во время эксперимента отдельные электроны излучаются в сторону экрана, путь к которому преграждает пластинка с двумя щелями. Поразительно, но электрон ведет себя как волна, проходя через обе щели одновременно и оставляя множество полос на экране. Физики называют эти полоски интерференционным узором. Но если результат эксперимента регистрирует наблюдатель, то электрон перестает быть волной и проявляет материальные свойства частицы, проходя через одну щель. В этом случае вместо интерференции фиксируются две засвеченные полоски напротив двух щелей. Трудно поверить, но в сущности вся материя имеет двойственную природу и может проявлять характеристики как волн, так и частиц. К слову, крупнейшими объектами в опыте с двумя щелями были молекулы. Каждая содержала 810 атомов, а их общая масса составляла более 10 тысяч атомных единиц. На самом деле, частица становится реальной после коллапса волновой функции, когда все возможные состояния квантовой системы схлопываются и приобретают одно конкретное состояние. Это явление также связано с дикогеренцией – почти магическим моментом, когда квантовая механика переходит в классическую реальность. При этом у частицы, которая не имела определенных координат в пространстве, так как находилась в суперпозиции, они появляются. С точки зрения термодинамики происходит необратимый процесс нарушения квантовых свойств системы при ее взаимодействии с другой, более крупной системой, в данном случае наблюдателем. По сути, дикогеренция – это разрушение суперпозиции и переход из квантового непроявленного состояния в классическое. Другими словами, дикогеренция вытаскивает материю из квантовой реальности и в результате появляется наблюдаемый нами привычный мир. Разумеется, для простого обывателя этот процесс носит почти мистический характер, но для ученых, людей с холодным рассудком есть еще более странные вещи, поскольку перед ними тут же возникает другой вопрос – а где проходит та тонкая грань, за которой объект принимает конкретные очертания в классической реальности? А главное, почему законы микромира, в котором работает квантовая теория, не распространяются на макромир, который и состоит из этих микрочастиц? Уравнение гениального Шрёдингера математически выражает корпускулярно-волновой дуализм микрочастиц на бумаге и предсказывает, вероятность нахождения частицы в какой-то точке пространства. Однако оно не объясняет природу этого явления. Но ведь цель науки не предсказание, а объяснение, не правда ли? Для раскрытия сути волновой функции, лежащей в основе квантовых странностей, существуют различные интерпретации этого явления, о которых мы подробно рассказывали в предыдущих видео. В настоящее время используется около 10 интерпретаций квантовой механики. Но мы остановимся на многомировой интерпретации, предложенной американским физиком Хью Эвереттом в 1957 году и являющейся на сегодняшний день одной из ведущих, наряду с Копенгагенской. Стоит отметить, что в свое время большая часть научного сообщества отнеслась к многомировой интерпретации как к нелепой фантазии. Однако ситуация изменилась, когда к сложным математическим выкладкам Эверетта проявили интерес выдающейся физики Брайс Дэвид и Джон Уиллер. Жаль, что к тому моменту ироничные замечания ученых-коллег уже вынудили Хью Эверетта уйти из науки. Теперь же для объяснения пугающих квантовых законов к идее Эверетта обратились ученые из Австралии и США, о которых мы сказали в начале. Основные тезисы Эвереттовской интерпретации. Первое. Уравнение Шрёдингера должно быть применимо и к объекту, и к наблюдателю. Второе. Процесс измерения не приводит к коллапсу волновой функции. И третье. Состояние Вселенной является квантовой суперпозицией из бесконечного числа параллельных миров мультиверса. Суть в том, что каждый раз, когда квантовая система наблюдается во Вселенной, эта Вселенная разветвляется на новые, по одной для каждого возможного результата. У каждой из них будет своя копия наблюдателя, воспринимающего только один результат измерений. По мнению Говарда Вайзмана, профессора физики Австралийского университета Гриффита и его коллег, именно в этом кроется причина странных законов квантовой физики и ее пугающих эффектов, так как все они являются результатом скрытых взаимодействий между множеством так называемых параллельных Вселенных. Однако в предлагаемой новой интерпретации множества взаимодействующих миров параллельные Вселенные не совсем параллельны, так как они могут сталкиваться и взаимодействовать. Кроме того, этих миров существует огромное, но фиксированное количество. Все они реальны и непрерывны во времени. Каждый имеет точно определенные свойства и физические законы. Новая элегантная теория предлагает решение квантовых парадоксов достаточно простым подходом, поскольку предполагает, что физические законы каждого из многочисленных миров работали бы строго в соответствии с законами Ньютона, если бы между ними не было взаимодействий. Удивительной особенностью такого подхода является то, что в его формулировке наблюдателю не отводится особая роль, и она не содержит загадочной волновой функции, в ней просто нет необходимости. Предложенная модель включает в себя как классическую, так и квантовую теорию, так как в ней нет фундаментального различия между микроскопическим и макроскопическим миром. Вайзман с авторами численно смоделировали и показали, что такой подход воспроизводит интерференцию в эксперименте с двумя щелями, а также квантовое туннелирование. Еще один странный квантовый эффект, во время которого частица способна пройти через барьер. В классической механике Ньютона это невозможно. Фактически это выглядело бы как внезапное исчезновение частицы у барьера и появление с другой его стороны. Более того, такая оригинальная интерпретация может быть полезна при планировании экспериментов с квантовой запутанностью и теоремой Белла. Результаты исследования ученых включают новые алгоритмы для моделирования таких явлений и даже могут предложить новые способы расширения стандартной квантовой механики, например, включить в нее гравитацию. Таким образом, для Вайзмана и его коллег в этой идее нет ничего фантастического. А что касается любителей научной фантастики, возможно, истории, связанные с контактами между параллельными мирами, в конце концов, могут оказаться не такими уж и надуманными. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова